В начале лета Volkswagen удивил фанатов минивэнов и микроавтобусов, выкатив новое поколение мультивэна. Машина долгожданной серии Т7 оказалась скроенной по легковым канонам, так как под неё подкатили платформу MQB с низким уровнем пола, возможностью гибридизации и современной электроникой. Предполагалось, что первых представителей семейства Т7 передадут клиентам не позднее августа, но глобальный дефицит микрочипов помешал этим планам. В итоге модель встала на конвейер только сейчас, а реальные поставки отложены аж до ноября. Первым публике отдадут подзаряжаемый гибрид, в котором 150-сильному мотору помогает 85-киловаттный электродвигатель. Комбинированная отдача системы свыше 200 сил, а тяга передаётся через шестиступенчатый преселектив. Кстати, с выходом мультивэна серии Т7 прежнее семейство Т6-1, вышедшее родом аж из пятого поколения коммерческих фольксвагенов, никуда не денется. В гамме останутся грузовые версии транспортера плюс семейные кемперы Калифорния. Делают шестёрки и семёрки на одном заводе под Ганновером. Но если сварка машин прошлого поколения автоматизирована на 77%, то на линии новых машин роботы выполняют уже 93% операций. Машина поменьше, но тоже семейной направленности. Однообъёмный Active Tourer от марки BMW. И хотя первое поколение этого компакта продавалось совсем вяло, баварцы таки решились предъявить миру вторую генерацию. Из важного. Силуэт модели сделался более легковым. Габариты выросли едва заметно, а платформа сохранила прежнюю архитектуру, но обзавелась множеством электронных помощников. И лишь салон удивил резкой сменой концепции. Перед водителем стоит единая панель из двух экранов без козырька. Притом управлением климатом отныне заведует центральный тачскрин, а физических кнопок почти не осталось. На старте продаж заявлены четыре модификации. Все с передним приводом и семиступенчатым преселективом. Полный привод имеет лишь гибриды, коих покупателям предложено сразу два. Впрочем, для нас эта информация факультативна. В России такая двойка, скорее всего, не появится. Из нашей страны прежнее поколение сбежало ещё год назад. И, кстати, для фанатов BMW в истории марки наступила новая глава. После внутризаводских индексов на буквы F и G приходит литера U. Так что код ActiveTourer U06.